майдан вообще никто не может быть и были какие-то единицы да их не было городе видно вообще они появились уже после того как уже янукович удрау тогда начали уже приезжать автомайдан какой-то с флагами там ездить некоторые местные начали мы же их просто этих мастер отлавливали наказывали прогоняли то есть про украинских настроений станет вообще не было они если только появились на корне на самом не сразу были разогнаны славин ждал бойцов которые приехали 12 апреля и я скажу наверное скорее всего это было уже давно договорено потому что не славянске не в краматорске и в константиновке уже две недели до этих событий не было заключенных они были вывезены не было нельзя и везде еще в ремонт ремонт я говорю во всех городах сразу на кипа за ремонт начали да получается так я просто когда зашел в городе я сразу обратил внимание можно говорю может выпустить кого-то из пацанов надо кто-то сидит за хулиганку на сутках говорят нет еще две недели говорит уже не работает две недели на ремонте и в краматорске так точно и константиновке мне не говорили за зачистки говорили ездит машина но чтоб там хватали как на улице кого-то нет но много появилось всяких личностей которые явно раньше славянске не наблюдалось и то есть это это гуцулы и всякие приезжие вот эти вот может увидел как это криво уходит шапочки старичку то ля-ля-ля по украински очень много появилось вот таких вышиванки очень много перебылось местных которые одели вышиванки короче я знаю одного такого который моем дворе жил мы с ним росли вместе а потом мне говорят что он короче расставил свою машину всякими такими трезубами все и начал сдавать всех кто как каким-то либо путем помогала получили то есть не обязательно да потом стоял дубинка я просто даже если он возил например от на водовозе воду развозил людям вот даже не сдавал тех ну бог ему судья надо его я надеюсь доберемся рано или позже такие я думаю ответят ответят нам где все просто люди боятся что мы не пришли говорит если не придете это явно будет стрельба она уже вроде как тут мирно живем мы не хотим короче это они не хотят короче четырнадцатого года ребят но кто вас не спрашивать на самом деле вы хотите не хотите но мне здесь тысячи людей хотят домой вернуться и они не будут у вас спрашивать хотите вы или нет раз у вас такое настроение говорю ну тогда ну что вам придется снести потом отстроить назад это с вами ночью есть такие сайты знакомств табор . ру там всякие вот и там появляются какие-то мадамы которые знакомятся с донецкими пацанами полученцы и потом так и так и подводят их к тому что вернись домой у нас с тобой будет любовь морковь ну все дела и вот некоторые недоразвитые я могу так сказать потому что человек который прошел столько лет войны взять повестись на такую кукушку это может быть только недоразвитый человек вот он возрастился он поехал на мариупольском направлении туда на блокпосту его сняли вот заставили бежать сторону ополчения и спину его расслабили второй поехал красноармейск красноармейске он сначала светился по телевизору показывал там как что-то лукаши ладни каши наркоманы здесь свою и просил возвращайтесь домой после этого он пропал и местные говорят что его больше то есть он в розыске на его не могут найти я считаю что это просто идет зачистка потому что эти же националисты они не простят тем более там фашизы сейчас правят из бушники это те же фашисты потому что у них техника одна и та же я их прочему прочувствовал на себе это вот они не простят этого я не знаю как они сейчас еще не тут а паучиночка да вот это как и забыла танкистка говорят ей там дали пять лет четыре года условно но я думаю ее тоже в итоге в расход пустят поэтому я всегда говорил не ведитесь на эту шнягу никто никого не ждет никто никого оправдывать не собирать да и нам оправдываться перед ними не в чем